Друзья, привет! Сегодня готовят мой муж Женя, и он покажет, как сделать потрясающе вкусные булочки со шпинатом из теста Фила. Для тех, кто никогда не слышал о тесте Фила, скажу, что сегодня как раз вы с ним и познакомитесь. Оно очень классное и продается практически во всех супермаркетах. Для начала подготовим начинку. В сковороде соединим замороженный шпинат и тонко нарезанный чеснок. И все это потушим примерно 10-15 минут. Теперь берем сито и откидываем на него шпинат. С начинки должна стечь вся лишняя влага. Посмотрите, что у нас получается. Просто если начинка будет слишком влажная, то пирог может развалиться при выпечке. Теперь берем сыр фета или брынзу и добавляем ее к нашей начинке. Обратите внимание, что соль мы не добавляем, потому что этот сыр уже достаточно соленый. Есть риск сильно пересолить начинку. Добавили сыр и все очень хорошо перемешиваем с помощью обычной столовой ложки. Должна получиться однородная масса. Кстати, такие булочки можно готовить с абсолютно любой начинкой. Можно использовать какое-то куриное филе или наоборот приготовить сладкую начинку. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Теперь берем несколько листов теста фила. Мы взяли три штуки. Сбрызгиваем их оливковым маслом и смазываем с помощью силиконовой кисточки. Затем на один край выкладываем нашу начинку. И аккуратно заворачиваем все это в плотный рулет. Пожалуйста, читайте рекомендации производителя, которые будут написаны на пачке с тестом фила. Обычно тесто нужно достать из морозилки и разморозить, не доставая из пачки. Иначе тесто может пересохнуть. И для этого мы также смазываем его растительным маслом, для того, чтобы края не пересохли и с тестом было легко работать. Это тесто очень вкусное, тонкое и нежное. Но оно немного капризное, поэтому при работе с ним есть нюансы. Повторяем то же самое с другими пластинами теста. Берем несколько листов теста, смазываем растительным маслом. На край выкладываем начинку и сворачиваем в рулет. Потом рулет заворачиваем в красивую улиточку. Данного количества ингредиентов, которые будет по ссылке в описании, нам хватило на три больших улитки. Ели мы их, кстати, пару дней. Они очень вкусные и сытные. Посмотрите, как легко у Жени получается сворачивать рулет и формировать улитку. А ведь он работает с тестом в принципе первый раз. Теперь берем форму для запекания или противень и смазываем ее оливковым маслом. Можно любым растительным или даже сливочным. И выкладываем туда наши улитки плотно, чтобы они не развернулись. Разбиваем в миску яйцо. Слегка взбалтываем его вилочкой и смазываем наши улитки с помощью силиконовой кисточкой и этим яйцом. Это делается для того, чтобы у улиток была красивая золотистая корочка. Если у вас нет яиц в холодильнике или вам просто лень, то если вы не смажете яйцом, ничего страшного не случится. Улитки просто получатся немного бледные, но тоже очень вкусные. Теперь убираем форму в разогретую духовку и готовим примерно 35 минут при 180 градусах. Есть можно как горячие, так и холодные улитки. Они невероятно вкусные и очень нежные. Приятного вам аппетита!